Девушки отдыхают Или с клубничкой Так Кушай, малыш Спасибо На вишенку Лена, что случилось? Мы ждем тебя Ты вся в слезах В гардеробную упал Неожиданно дверь в гардеробную Оказалась заперта Что значит заперта? Мы с Пашей пошли за свечами И... Так... Сереж, подожди, подожди Сережа Что ты хочешь сделать? Что? Помогу им собраться Сейчас выберу детдом поприличнее И пусть эти сволочи выбирают Где им было лучше Сереж Мы не можем так поступить Лен, ты прям как святая С этим своим прекраснодушием Гаденыш Еще врут мне нагло в глаза Что ты к соседке пошла А Лена сильно заболела? Нет Немного голова болит Завтра пройдет Из-за меня? Нет Мама говорит, что из-за меня У нее голова круг У меня голова кружится Немножко Вот что, малыш, на Тарелку отнеси ей торт Донесешь, не уронишь? Донесу Да Когда голова болит Сказки трудно рассказывать Я знаю, я ей сама расскажу Это ты молодец Значит так Никаких дискуссий Не будет И мне ваше оправдание Совершенно неинтересно Да? Только у меня один вопрос Она успела рассказать Тихо Все Шутки закончились Чемодан, вокзал, детдом, да? Однозначно Это было понятно с самого начала Да без проблем Она добилась своего, как я и говорил Да заткнитесь вы оба Мне это было, мне понятно То, что вы здесь, в моем доме Это ее заслуга Ленина заслуга Да она у нас святая, Паш А он нас сразу хотел В детдом сбагрил Да услышьте вы меня, наконец Ну вы же не конченые идиоты-то В конце концов Я не собирался вас В детдом отправлять Речь шла о бабушке Что вы с бабушкой будете жить Только она уже на этом этапе Была против Лена была против Что вы будете жить с бабушкой Чтобы не разлучать детей А ты, значит, был за Я был за, да Потому что я знал, чем все это кончится И к чему же это все привело К тому, что вы издеваетесь над ней Заперли ее в гардеробной, уроды Она вам праздник устраивает Ваш день рождения Что вы делаете? Значит так Я вам не позволю ее обижать А маму, значит, можно было обижать? Ты ее не щадил Она думала, что ты едешь в командировку А мама знала, что ты едешь к жене И она плакала по ночам Чтобы малыш И мы Не услышали Она из-за тебя плакала Из-за тебя, гад! Таша! И умерла, Анаташа, из-за тебя! Почему ты вообще? Из-за тебя! Все, из-за тебя! Таша, малыш, ты что? Я отмойду! Таша Лучше бы ты с тобой, а не она! Ташенька, все, 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 успокойся Не повторяйтесь больше Успокойся, пожалуйста Маму лучше нет Ну, жить надо дальше Таша Жизнь, понимаешь, она Она сложнее, чем кажется, Таша Господи, что же мне делать с вами дураками-то? Что делать? В детдом отправляй Ребят Ну, вы поймите Она же здесь совсем ни при чем Таша Помнишь? Помнишь, ты на море ногу порезала? Помнишь, ты из-за раны не могла ни плавать, ничего Ну, должно разорубцеваться, понимаете? Должно зажить это все Кстати, это хорошая идея Может быть, мы на море поедем? На море? Отлично Только без меня, ладно? Я тоже с вами никуда не поеду Куда вы денетесь? Поедете, как миленькие Не, ну сколько можно уже? И так понятно, что этот лучший Зачем второму кругу смотреть? Да, мне нравится Абсолютно правильный выбор А вот этот домик как раз свободен Первая линия Сразу пляж А акулы там есть? Нет, акул там нет Там есть ежики, но и их убирают Ежики? Да, ежики Только они не обычные, а морские Мы тебе специальные тапочки купим Все будет хорошо Выбрали? Да Все, оформляйте, пожалуйста Лен, я на улице подожду Я с вами И я с вами И ты? Пошли, малыш Таша, тогда курточку наденешь Так, паспорта ваши у меня Надо же, трое детей Как вы справляетесь? Болидно Нормально До отъезда процедуру закончим Там океан все вылечит А там есть рыбалка? О, там такая рыбалка Охота на голубого марлина называется Ты Хемингоя читал «Старика моря»? А, да О, на берегу ловишь мелкую рыбу Так Наживка Потом выходишь на лодки в море И на эту мелкую рыбу Ловишь уже рыбу побольше Потом на эту рыбку побольше Ловишь еще побольше Потом на эту побольше, еще побольше И так пока голубого марлина А он сам-то большой? Я ловил 3,21, по-моему Три метра? Да, на пяти бывает метров Тьфу, нифига себе А, а тащить его тяжело? Ну, поедешь попробуешь Извините, извините, пожалуйста Это не ваша белая машина стоит Наша машина Вы не могли бы ее отогнать? А то мы никак проехать не можем Да без проблем Благодарю Может, тетю Лен позвать? Не надо, я справлюсь Эй, эй, эй Вы, вы что делаете-то? Куда ты? Поехали! Да стойте! Стой Стой, куда ты поедешь? Да, Галь, да Жду адвоката Да я сама толком ничего не знаю Они позвонили, сказали, что Сергей арестован Там какие-то махинации финансовые Я ничего не понимаю В общем, да, я тебе позвоню Угу Хорошо Да-да, все-все-все, давай, пока-пока Леночка, вот Эльдар Борисович, адвокат Елена Сергеевна С другом Сергея Сергеевича Очень приятно Ну, вы как виделись с Сергеем? Да, конечно И что, как? Как он? Ну, нормально, держится Молодец Елена Романовна, вы, главное, успокойтесь Да, я спокойна, насколько это вообще возможно в данной ситуации Так а что следователь говорит? Ах Леночка, ты нас извинишь с утра Маковые росинки во рту не было Да, конечно Спасибо Можно сразу сделать заказ? Да, конечно Что у вас быстренько? Салатики, напитки Ну, вот, пожалуй, я буду салат Напитки И, пожалуй, все А напитки, воду без газа, не холодно А мне лимонадик прямо сейчас И суп дня у вас Куриный бульончик Очень рекомендую Ага Значит, вот его и я бы... Извините, пожалуйста Я бы хотела еще кое-какие вещи уточнить Да, конечно, и все Скажите, а за что конкретно Сергея задержали? Ну... Давайте я. Леночка, дело в том, что Котов на Серегу заявил. Котов? Да, тот самый Котов. Жор, как? Подожди. А у него что-то были какие-то основания обвинять Сергея? Нет, ну это невозможно, Жор. Спасибо. Елена Романовна, согласно документам, Котов перечислил домовому энную сумму денег за крупную партию леса, а лес ему не поставили. Как? Жор, а как такое вообще возможно? А я знаю. Узнаю, кто удавлю лично. Ну, Жор, ну... Елена Романовна, мы все понимаем... Спасибо. ...что ваш муж ни в чем не виноват. Ну, это надо еще доказать. За этим вы меня и наняли. Нам нужно выстроить линию защиты. Вот Георгий Александрович поможет с бухгалтерией разобраться. Подождите, подождите. Это все понятно. Я нисколько не сомневаюсь в вашем профессионализме, но я что-то не очень поняла, что все это время Сергей будет находиться в тюрьме? Елена Романовна, вы понимаете? Нет. Смотрите, я не понимаю. Я не понимаю, почему Сережа заключен под стражей. Его вообще обязаны выпустить под залом, под подписку о невыезде. Он болен вообще-то. Вы в курсе? Обязан. Скажите, а завтра я смогу Сергея увидеть? Завтра. Завтра это проблематично. Завтра мы только успеем получить разрешение следователя. Ну так получите, пожалуйста. Вы меня извините, но мне уже пора идти. Дети ждут. Все перенервничали. Так, значит, мы с вами завтра... Созваниваемся. Вот. А потом по обстоятельствам. Хорошо. Я провожу. До свидания. Жор, а как ты считаешь, котов мург желать зла, Сережа? Ой, Ленка, это такой фрукт. Кто его знает, может, и задумал что? То есть ты думаешь, что-то личное, да? Да не думаю. Бизнес, как говорится. Вопрос, кто оказался на руку нечист. Господи. А этот? Ты в нем уверен? Ну как, Лен? Я сам с ним лично не работал. Люди знающие порекомендовали. Может быть, он со стороны и простоват, но связи у него какие-то серьезные. И в следственном комитете, и в прокуратуре. Сама понимаешь. Ну хорошо. Посмотрим. Жор, просто я, ну, никак не могу рисковать. Ну ты понимаешь. Я понимаю. Все. Давай, спасибо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Ты в Москве? А что сразу не сказал? А-а-а. Вкусно пахнет. Пришла, а это мы с сырниками плечом. А папа? Завтра уезжаешь? Ну вот. Малыш, ну я же тебе говорил, что папы сегодня не будет. Завтра? И завтра тоже. А мы в Кировку уехали? Ну что-то вроде того. Так, малыш, пойдем-ка мы с тобой перед ужином в душик сходим. Почему мы перед ужином? Потому что у тебя на ушах мука. Мы сейчас без нас не ешьте. Ты скажи, какой вагон, я приеду, провожу тебя. Да, давай. Договорились, до завтра. Ха-ха-ха. Что тебя так насмешило? Ну как же? Папа в командировке. Очередная сказочка? Таша, я не считаю, что малыш должен это знать. А как же правда, которую нужно говорить детям? Мама умерла, папа в тюрьме. Идите, скажите ему. Ты не права. Почему? Потому что смерть вашей мамы, это непоправимо. А Сережу выпустят. Почему вы так уверены? Потому что он ни в чем не виноват. А то у нас мало невиновных сажают. Так, я ему в ванну налил, пускай пока плещется. Мне расскажите поподробнее, что адвокат сказал. Ну, в общем-то, я вам уже все уже сказала. Выпустить под залог проблема. Блин. Какой смысл его там держать? Ну, не знаю, возможно. Хотят запугать. Кто, Котов этот? Не знаю. Ну, надо же что-то делать. Что именно сказал адвокат? Ну, все, чем можем сейчас ему помочь, это собрать перетачку. Ну, да. Он же так и без ничего. Он же даже лекарства не принял. Сказал, после того, как вернемся. Завтра я с вами в тюрьму поеду. Нет, Паша, завтра вы пишете тестовую работу в школе. Я вас дождусь, потом к следователю поеду. Какая нафиг школа, когда тут такое творится? Таша, это все когда-то закончится. А пропускать год школы или пойти вообще непонятно в какую? Я никуда не поеду. И завтра я не могу. Таша, ты поедешь. Напишешь и делай все, что хочешь. Только завтра кто-нибудь посидит с малышом, пока я буду у следователя. Да, хорошо. Нет, ну это надо. У нее мужа посадили, она еще о престижной школе думает. Ну, не для себя же. А для кого еще? Чтобы подружкам хвастаться. Нет, выходит, слезинку проронила, зараза. Слушай, ну а что ей головой об стену биться? Она же не истеричка. Защитничек нашелся. Что, купился на столичную жизнь? Ты что несешь, а? Я совсем уж голову потерял из своего Антона. Так, Антону при чем? А при том, он уже неделю как в Москве, а позвонил только за день до отъезда. Не твое собачье дело. Не мое. С моей сестрой как свистнул и побежала. Ты вообще знаешь, что он... Не знаю и знать не хочу. Иди ты знаешь куда? Куда? Иди ты в школу. Так мы и так в нее идем. Я нет. А куда ты? Куда надо? Дура. Нет, я не понимаю, как вы смогли не взять лекарства. А что значит запрещено? Вы сказали, что он болен. Да, хорошо, я поняла. Хорошо. А какие нужны именно справки? Все? Ладно, да, я поняла, спасибо. До свидания. Ну что, написали? Я написал. Когда результаты будут? Да там, в общем, скоро. Так, малыш спит, я пока сбегаю к следователю. Да, хорошо. Когда он проснется, ты ему... А где Таша? Я не знаю. Что значит не знаешь? Вы вместе писали? Она не писала. Почему? Слушайте, спросите ее, ладно? Так. Алло? Таша? Да. Нет, я уже еду. Ну, значит, мне нужно. Я ненадолго. А есть новость о дате Сереже? Вы извините, мне сейчас не очень удобно говорить. Я вам тогда перезвоню. Угу. Нет, ну это надо же, а. Она в поезде едет в Павлоград. Господи, что же натворить-то? Ты знаешь, с кем она поехала? Да, знаю. Есть там один паренек. Что, мачеха сплошилась? Ага. Смотри там, смотри. Да, Жор, привет. Привет, Лен. Ты с адвокатом созванивалась? Да, созванивалась. У него не приняли лекарства для Сережи. Да, я знаю. Жор, ты знаешь, я склонна к тому, чтобы отказаться от услуг этого Эльдара Борисовича. Лен, ну что ты? Ну это же не он, она решила лекарства не передавать. Да, я понимаю, но я информацию больше в интернете узнаю, чем от него. Ну знаешь ли, ты с интернетом-то поаккуратней. Не нравится адвокат, поменяем, не проблема. Ой, Жор. Да? У меня еще одна проблема. Что? Что такое? Таша сбежала в этот Павлоград с каким-то мальчиком. Нормально. Ты бы мог на комбинате там кого-нибудь попросить, чтобы узнали телефон соседки? Ее, по-моему, зовут Анна... Анна Борисовна. Я не помню фамилию, но она напротив живет. Я бы ей хотя бы позвонила по поводу Таши и как-то там что-то узнала. Потому что она выключила телефон и все. Так, Лен, задачу понял. Тут как раз Миша наш, Веревкин, рядышком сидит. Он едет в Павлоград, заодно и к соседке зайдет. Можно? Нет, я занят. Извините, пожалуйста, но я уже два часа жду. А вы кто такая, напомните? Васильева. Жена Сергея Васильева. А, перезвоню. Ну, хорошо, проходите, садитесь. Я вас слушаю. Моему мужу отказано в передаче лекарств. А он что, болен? А вы не в курсе? Нет. Он недавно попал в аварию, был в коме. У него серьезные травмы ноги и сосудов. Он сейчас на реабилитации. Ему ни в коем случае нельзя прерывать курс лечения. Это лекарства, уколы, физиотерапии, массаж и так далее. Физиотерапии, массаж не обещаю. А насчет лекарств я хлопачу. У вас все? Нет, не все. Скажите, а какой резон держать больного человека под стражей? А если он сбежит? Куда? Куда он сбежит? Ну, мало ли куда. Вот вы же хотели уехать за границу, правда? Кроме того, у следствия есть основания полагать, что ваш муж может предупредить сообщников, уничтожить доказательства. Что вы на меня так смотрите? Не нравлюсь? Можете подать на меня жалобу. Прокурорский надзор. Хорошо. Но свидание с мужем вы можете мне разрешить? Или это какой-то такой способ надавить под следственного? Вообще-то, забыл, как вас... Елена Романовна. Вообще-то, Елена Романовна, именно после свидания с близкими родственниками, в особенности с симпатичными женами, в последствии впадают в подавленные состояния и согласны давать признательные показания. Так что я как раз лицо заинтересованное. Мой муж никогда не подпишется под тем, чего он не совершал. Сережа! Лен! Ну что, хорошая? Сережка Ну все, все, все Мы с тобой через столько прошли, что там пара недель тюрьмы Тебе лекарства дают? Дают Хорошо Как дома? Ну, Ташка сбежала, а впала в оград Вот бандитка-то У нее там мальчик какой-то появился Ничего, упустит, разберемся Жора вопрос в бухгалтерии решает? Да, он Михаила послал, но пока ничего Там же главбог уволился, но новый ничего не соображает Лен, слушай, адвокат Я знаю Жора пытается найти кого-то поприличнее Это вообще Фелькина громада, то, что они мне предъявили Кто-то не парился Там подпись не моя Сережа, кому это нужно? Тому, кто денег захотел по-быстрому срубить Ну, было бы что-то серьезное, были бы звоночки Сережа, куда серьезнее? Ну, там, деньги вымогать Захотели бы бизнес отжать, уже бы отжали А тут тишина Что, кто-то из своих, что ли, просто убрал? Я думаю, тут кто-то на комбинате У вас осталось пять минут Сережа, я не знаю, что такое происходит Тихо Это черная полоса Все проходит, и это пройдет Я тебя очень люблю Прости меня, пожалуйста, Лен За все Да что ты говоришь? О чем ты? ПОКОНИТЕСЬ 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 КОНЕЦ СТУК В ДВЕРЬ Ой, Ленка, привет! Здравствуй, здравствуй, Елена Романовна! Здравствуйте, Александр Александрович! Привет, Иришка! Какой ужас! А мы можем чем-нибудь помочь? Да, Александр Александрович, я как раз вот по этому поводу и пришла. Вы можете меня порекомендовать адвокату Куваеву? Я помню, вы с ним дружны были. Да, конечно! Вот это правильно! Валерий Алексеевич именно тот человек, который вам сейчас нужен. Да как же я сам-то не сообразил! Не волнуйся, Еночка, я сейчас с ним свяжусь! Спасибо, Александр Александрович! Ты что, прямо сейчас из тюрьмы? Угу! Ужас какой! Как он? Не очень хорошо! Ну, он, конечно, держится, но я не знаю, сколько он так протянет. Тем более его состояние. Да, Валера. Да-да, я все понял. Да, передаю трубку. Леночка, Валерий Алексеевич готов с тобой встретиться. Договаривайтесь, Валерий Алексеевич. Алло! Валерий Алексеевич! Здравствуйте! Да, очень приятно. А только в понедельник? Раньше никак нельзя? А он после аварии в коме лежал. А, да-да, я понимаю. Хорошо, хорошо, я соберу все документы к вашему приезду. Угу, хорошо, да, спасибо, всего доброго. Ой, Сан Саныч, спасибо вам огромное. Да что ты, лишь бы только все сладилось. Да. Он сказал, что свяжется. По приезду из Англии с уполномоченным по правам человека мне только нужно собрать все бумаги болезни Сережи. Ну, несколько дней нужно будет подождать. Ну, да, как раз будет три дня. Мне нужно съездить в Павлоград. Так, может, лучше я за Ташей съезжу, а вы адвоката дождетесь? Адвокат в понедельник приедет, поэтому я как раз и успею съездить. Можно я с тобой? Милый, ну мы же договорились, что ты побудешь пока с Пашей, и еще тети Гале приедет помочь. Эх, а я знаю, почему Таша уехала. Почему? Она уехала проверить и вернулась мама. Нет, милый. А когда же она приедет? Когда же она вернется? Малыш, а вот как растет и Галя. А, я открою. Не хочу с тети Галей, хочу с тобой. Милый, ну мне же нужно съездить за Ташей и вернуть ее, правда? Да. Вы вообще кто такие? Что происходит? Давайте, давайте. Смотрите, вот видите, да, вот. Давайте, давайте. Нам нужно вести порядок тут. Здравствуйте. Елена Романовна Васильева? Да, здравствуйте. Это я. А вы, собственно, кто? И почему полиция? Мы представители органов опеки. Хорошо. А чем, собственно, обязаны? Нам поступил сигнал, что веренный в вашу опеку ребенок находится в другом городе. Это так? Да, это так. Я вот сейчас собираюсь ехать за ней. И вот, уже почти десять часов, а маленький еще не спит. Ну, потому что я собираюсь, поэтому он… Вы уезжаете и детей оставляете одних. Почему одни? Моя подруга сейчас приедет. Нет, а как так получилось, что веренный вам под опеку ребенок находится в другом месте? Потому что девочка уехала, меня не спросив. И поэтому я вот сейчас еду за ней. Слушайте, вообще какая разница, кто куда уехал? Паша, Паша. А вы почему так разговариваете? Не хамите, молодой человек. Не надо хамить. Да я еще не начинал хамить. А ваш муж сидит? Я бы попросила вас при ребенке. Нет… А он не слышит. Деточка, а скажи, пожалуйста, а когда тетя Лена уходит, ты с кем остаешься? С Пашей и Ташей. А сестренка твоя сейчас уехала? Да. Извините, а какое вы имеете право допрашивать ребенка? Ну, почему допрашивать? Я просто разговариваю с ребенком. У нее мужа допрашивает. Вот она и нахваталась. А причем здесь это? А то, что только на этом основании мы имеем право изъять у вас детей. Потому что один из опекунов находится в тюрьме. Да заткнись ты, дура крашеная! Так, что здесь происходит? Галь, это вот люди из органов опеки. Да. Так, понятно. 22 сентября 2014 года. Дом Васильевых. 21 час 45 минут. В дом Васильевых без предупреждения ворвались представители органов опеки. Ведут себя вызывающе. Вы вообще кто? Это вы кто? Представьтесь, пожалуйста. Ну, мы же представители органов опеки. Вот. Имена, имена, фамилии, должности. А. Вы почему в чужой дом не переобувшись входите? Что? Того в доме дети, а вы не переобулись. А так... А вы полиция, куда смотрите? Я сопровождаю. Почему в доме посторонние? У вас ордер на обыск имеется? Ордер на изъятие ребенка имеется? Вы что себе позволяете, женщина? Мы имеем право изъять ребенка только лишь на том основании, что один из представителей опекунов находится под следствием. А, да, а ребенок без попечения, без попечения, заметьте, находится в другом городе, вот. Так, все ясно. Ворвались ночью в дом, испугали ребенка, обувь уличную не переодели. Да кто вы такая вообще женщина? Постановление не предъявили, предъявите постановление. Ну, у нас нет постановления, но... Предъявите, пожалуйста, постановление. Нет, понимаете, но есть же какой-то человеческий фактор. Я не понимаю. Такой человеческий фактор. Мы представители органов опеки. Я слышала, что еще? И что, вот они так запросто могут прийти и забрать детей? Запросто? У меня одна пациентка все это проходила. Многодетная мать, между прочим, пятеро детей. Это что, родные детей забрали? Ну, да. Сумасшедшая соседка написала заявление в органы опеки, но те и среагировали. Мамаша не пьет, не курит, год с ними воевала. Ну, зато теперь знает, как себя с ними вести. А у другой пациентки, она мать-одиночка. Ну, знаешь, живет с матерью так, бедненько, но чистенько. Пришли и забрали маленького. Через три месяца отдали, так они до сих пор по врачам бегают. Малыш от стресса заикаться начал. Кошмар. А если вот они так пришли, когда я уехала? Ну, я бы их еще и так встретила. Ну что, он спит? Да, давно уже. Да я сам с ним заснул. Ну, так ты иди чего-то, спи. А вы чего не ложитесь? А мы ждем, сейчас дядя Жора подъедет. Ну, тогда я с вами подожду. О! Кстати, вот, наверное, и он. Я открою. Всем привет. Привет, привет. 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 Ты уж извини, что мы так на ночь глядя тебя. Да нормально. Что, обложили? Ну да, все и сразу. Бывает, черная полоса. Угу. Ну, по сравнению с тем, что пятилетний малыш до сих пор ждет свою маму, Сережа в тюрьме, я еще, знаешь, нормально. Ладно. Давайте в подробностях. Рассказывайте. Будем решать, что делать. Не волнуйся, все будет хорошо. Ну, надеюсь. Жор, что-то я как-то прям не знаю, засомневалась. Нет, нет. Галя права. Единственное верное решение прямо сейчас всем ехать в Павлоград. Завтра эти вернутся, все, гнездо опустело. Поехали на сорок дней матери. Таша выехала вперед. Вы следом. Ну да. Я завтра утром найду адвоката по ювенальным вопросам. У моей мамаши многодетные, опытные есть. Всех под лавку загонит. Ну что, Паш, все? Да вроде все. Там одна сумка только осталась. Да и малыш опять на диванчике заснул. Ну что, пошли. Идем. Ой, Галь, спасибо тебе. Слушай, я тут засомневалась, может, не надо ночью в такую даль? Завтра утром на поезде. Да нет, нет, все, решили, надо ехать. А то я все равно не усну, буду нервничать. А машина мне там нужна. Поэтому все. Я в журамы куда? Спи, спи. Сейчас мы тебя посадим аккуратненько. Давай, голову. Вот так. Ну как, удобно? Давай. Давай. Мы уже скоро приедем, почти Горловку проехали. Вижу. В Горловке детский сад был летний. Помню, нас с Ташей на все лето туда отправили. А лето тогда дождливое было. Постоянно в корпусе сидели. Так домой хотелось. А мама только по субботам приезжала. Когда маму хоронили, тоже дождь был. С утра солнечно. А потом резко потемнело и дождь. Таша тогда плохо стала. Она сразу поняла, что случилось. Я футбол играл, когда мне сказали. Я не поверил. Да и до сих пор не верю. Словно сон дурной какой-то. Мне страшно туда возвращаться. Не хочу. Иди ко мне. Иди ко мне. Поплачь, поплачь. Тебе легче станет. Все будет хорошо. Мальчик мой, все будет хорошо. Кто это у нас тут? Это мы. Ух ты, хорошо. Ну, главный начальник у нас приехал. Это я приехал. Я догадался, зачем мы вернулись. Зачем? Мама скорая приедет. Ай, мама. Ну, пойдем. Мама, мама вернулась. Мама, мама. Вы мне все надоели. Когда же, когда же она приедет? Уйди, я тебя не люблю. Тихо, 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 малыш. Все хорошо. Все хорошо. Галочка, привет. Ну, привет, моя хорошая. Давай, собирайся. Вроде разрулили все. Адвокат просто жильем всех съел. Ой, ребят, я ваша должница до конца дней. С этой ювенальной юстицией 30 раз подумаешь, прежде чем детей заводить. Слушай, ну, кто-то же не поленился. Стукнул в обеку. Интересно, кто? Ты знаешь, мне не интересно. Ну, а как дети? Бунтовщица твоя как? Ой, бунтовщица наша влюбилась. В Москву возвращаться не собирается. Мальчик-то здесь. Ну, она хоть предохраняется? Галь, да ты что, она еще ребенок. Знаем этих ребенков. Ну, зачем ты мне сказала? Я теперь думать буду. Да нет, ну, Таша, нет, нет. Ну, тебя виднее. Ладно, Галь, давай, на связи. Еще раз огромное спасибо. Ладно, давай, пока. Все, целую, обнимаю. А где все? Пошли погулять. Угу. Таша, ты во сколько вчера вернулась? Я как вернулась, вчера спать легла. А что? Ну, ты не думай, я тебя не контролирую, просто волнуюсь. А вы не волнуйтесь. Вам есть за кого волноваться? А как там твой мальчик Антон? Он не мальчик, ему уже восемнадцать. Ну, для меня он мальчик. Ты бы его пригласила, мы бы познакомились. А вы что ко мне в подружки набиваетесь? Вас моя личная жизнь не касается. А завтра мы возвращаемся в Москву. Счастливого пути. Ты едешь мне с нами? Дайте-ка подумать. Нет, не еду. Таша, ты едешь. Да что вы говорите? Так, хорошо. На вот, поговори с адвокатом, он по вопросам ювенальной юстиции. Представься и скажи, что ты не едешь с нами в Москву. Ни с кем я не буду говорить. Хорошо, тогда послушай меня. Таша, если мы вернемся в Москву без тебя, то малыша и Пашу заберут, а тебя заберут отсюда. И потом вернуть вас будет очень сложно. Если ты мне не веришь, поговори с адвокатом. Я завтра не могу. Таша, меня в Москве ждет еще другой адвокат по поводу дяди Сережи. Вот я собрала все бумаги, то что он лежал в коме. Или ты забыла, что дядя Сережа Насболин находится в тюрьме? Ладно, я поеду. Но не завтра, а послезавтра. Завтра я иду на день рождения. А где все жратва? И мне деньги на подарок нужны. Да, Жора, привет. Как ты? Ну, все более-менее, послезавтра в Москву уже возвращаемся. Ну вот и слава Богу. Жор, слушай, там адвокат Валерий Алексеевич, он уже в Москве. Ты бы с ним предварительно встретился. Курс дела бы его ввел. Да, конечно, тем более, что и повод есть. А что такое? Что-то Сереже случилось? Нет, нет, то другое. У нас Михаил пропал. Михаил? Да, тот самый. Менеджер компании Веревкин. И что, и это как-то он пропал? В Павлограде. Появился пару раз на комбинате и все. Сгинул, как корова языком слезала. Понятно. И что это значит? Ну, что-что. Либо что-то с ним случилось, либо… Либо сбежал. И тогда все становится на свои места. А вот сученок подделал подпись Сергея, украл деньги Кутовой. Вот так вот. Так это что, получается, Сережу теперь отпустят? Если бы. Почему нет? Ну, а вдруг они были в сговоре? Кто? Сережа с этим Веревкиным? Ну, не смеши меня, Жор. Лен, ну, эта логика следствия, не моя. Ладно. Давай, Лен, возвращайся быстрее, будем думать. Давай. Пока. Да, пока. Какой миленький. Какой миленький. Пять шестьсот. Женщина, вы платить собираетесь? Ой, да, извините. Пожалуйста. А эти жулики, они что, не знали? Да знали, знали. Просто они очень плохие люди. А их много? Нет, дорогой. Хороших людей гораздо больше. Кушай. Всем привет. Чего дают? Привет. Хоть что, овсянка? Это очень полезно, Таш. А на тетю Лену жулики напали. Это только детям полезно, малыш. Что за жулики? Магазины. А что в холодильнике еды нет? Вы же в магазин ездили. Потому что у нее кошелек украли. Фулики. Таш, ты мят в кошель положи. Подождите, как украли? У нас что, денег нет? Да, Таш, у нас нет денег. Вы мне деньги на подарок обещали. Как я на день рождения приду без подарка? Ну, как-нибудь без подарка перетопчешься. Ну, знаете, все уже. Я это дерьмо есть не буду. Таша, ты куда? Кушай, кушай. Стоять! Чего я тебя? Ты что, совсем что ли с ума сошла? Ты хочешь, чтобы ее родительских прав лишили, а нас всех по детдомам раскидали, да? Слушай, защитничек, ты думаешь, что я действительно обокрали? Ты о чем? О том, что она запросто могла придумать эту историю в воспитательных целях. Она же у нас известная сказочница. Ну, или чтобы мне денег на подарок не давать. Ты, дура, думай, что говоришь. И вообще прекрати при малыше. Антону твоему я такой подарочек устрою. Ой, да что ты можешь вообще? Только у ее юбки сидеть. Как обокрали? Где? Да, Иришка, в магазине. Да все как-то, знаешь, один к одному. Я тебя хотела попросить, ты можешь бухгалтера предупредить, чтобы она мне деньги на карточку не переводила? Я уже потом в Москве все буду восстанавливать. Так тебе, наверное, сейчас деньги нужны? Давай я одолжу. Ой, Иришка, я бы тебе была очень признательна. Ну, только у меня, наверное, немного, но я могу у Сана Саныча попросить. Нет, 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 нет. У Саныча не нужно. Мне здесь, ну что, на бензин до Москвы, да и тут пару дней. А, ну я тогда… ЗВОНОК В ДВЕРЬ По другому вопросу, Анна Борисовна. Да. Вы меня извините, мне очень неудобно, но вы могли бы мне немного денег в долг занять до завтра? Мне буквально вот на телефон положить. Вы понимаете, у меня в магазине деньги. А я знаю, все знаю, мне Таша все рассказала. Денег не хватило. Погоди, сейчас. Вот, я Таше все отдала, а это вот осталось пятьдесят. Возьмите, пенсия-то у меня не очень. Подождите, у вас Таша деньги в долг взяла? Я же говорю, день рождения у нее какой-то. О, уже почти триста рублей. Вот еще. О, давай. Спасибо, дорогой. Откроешь? Да. Слушай, да мы богачи просто. Так. Раз, два, три, четыре, пять. Завтра мне еще коллега с работы перешлет деньги, а уже в Москве я свою карточку сама разблокировала. А карточку дяди Сережи? Он только сам может ее установить. А нам на адвокатов хватит? Вот на адвоката, боюсь, не хватит. Но мы ведь можем дядю Жору попросить, да? А кстати, да точно. Так и сделаем. Еще, держи. Да. Помню, раньше часто так сидели с мамой. Монетки считали перед зарплатой. Тяжело было? Ну, пока ее на комбинат не взяли, тяжело. Потом дядя Сережа появился. Смотрите, что я купила. В нашей глуши такая вещь. Ого, купите мне такой. Купим, купим. Ладно, я пошла собираться. Малыш, не сломай. Тебя во сколько сегодня ждать? Ну, мы клуб арендовали на всю ночь, так что я буду утром. Ну, хорошо, тебе погулять. А, можно вашу кофточку надеть? Да, конечно. Спасибо. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло. Таша? Ты что, плачешь? Откуда забрать? Ничего не понимаю. Ты где вообще? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ГДЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Таш, что случилось? Ты как здесь оказалась? Они пошли в другой клуб. Меня не пустили. Сказали, малая еще. А этот вы чего? Ну, Антон предложил мне такси вызвать. Ну, а я... В общем, я его послала. Сказала, что сама доберусь. А денег нет. В топсы уже не ходят. Вот, Скотт, я тебе сказал, что он получит. Хватит уже, а? И так тошно. Только я и не говорю. Ладно, нашла, о чем думать. Надо как-то отсюда выбираться. А как? Пешком. Не впервой же. Ладно, другого выхода нет. Пойдем. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК 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 Алло? Да? А? Что? Когда? Таша, ты дома? Хорошо. Мы сегодня срочно едем в Москву. Дядя Сережа ночью стало плохо. На тюремной больнице. Малыш, Паша, просыпаемся. А где Павел? Опа! Какие люди! А ты что тут? С добрым утром! Ты что, охренел? Ты мне зуб вывел! С днем рождения! Сверстие! Сверстие! Какой творится-то дать! Батюшки! Колька! Колька! Чего ты стоишь? Милицию не звони! Колька! Да отстань ты! Отсменили милицию твою давно! Пусть погреется! Колька! Колька! Малыш! Убивай же друг друга! Здорово он тебе! Думаешь, он лучше выглядит? Я ему вообще зуб выбил! Слушай, братец! Ты, конечно, дурак! Но мне приятно, спасибо! Да не за что! Если что, обращайтесь! Дядя Сережа ночью плохо стало! Он сейчас в тюремной больнице! Вот как отстал! Говорили тебе! Вон, папаша за двоим приехал! Ваш подонок! Пап, ну ладно! Что папа? Что ладно? Вы же решили не писать заявление! Передумали? Посмотрим еще! Не знаю! Вы не волнуйтесь! Им это заявление самим не нужно! Ой, спасибо вам огромное! Господи, я надеюсь, больше ничего не случится! Да! Попаривай в переплет! А малыш-то с кем? Да с соседкой! Это наша палочка-выручалочка! Не знаю, что бы мы без нее делали! Ты зачем меня песком сыплешься? Мог мне в глаза попасть! Это мой самосвал! Но мы же вместе играем! Это мое! Я маме скажу! Я тоже скажу, что ты меня песком обсыпал! Не скажешь! У тебя мамы нету! Есть у меня мама! Она в другом городе! Больница! Нету твоей мамы! Она померла давно! Ты дурак! Моя мама! Моя мама болеет! Эй, что у вас там? Молчаловки твоя мама! Ее там в землю скопали! А ну прекратите! Ты плохой! Ты хуже жулика! Померла! Померла! Сережа! Что случилось? Ты что? Ты что? Пойдем! Ты что за такое говоришь? Как тебе не стыдно! Отпись! 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 Ну что же это ты? Сережа, куда же ты? Постой! Постой, я сказала! Сережа! Так, сейчас быстро собирайте вещи! Я пока перевод от Иры заберу! И сразу уезжаю! Ясно? Смотри, скоро к кому-то приехала! Извините, а что случилось с моей из этого подъезда? Да бабулька ребенка потеряла! Сердце и прихватила! Ребенка? Так, ребят, быстренько! Его там тоже нет! Все! Надо идти в полицию! Да! Мы все дворы обегали! Там его нигде нет! Что же делать? Боже, что же делать? Так, прежде всего успокоиться! Вот! Пишите, во что был одет! Хорошо! Так, кроссовки! Синие джинсы, да? Угу! Извините, у вас воды не будет? Что-то мне как-то... Сейчас! Бежите! Ага! Извините, пожалуйста! А вы мальчика не видели лет пяти? Вот фотография! Нет! Нет? Извините! Это я виновата! В чем вы виноваты? Да мне говорили, что нельзя скрывать от ребенка! Надо было настоять! Скажите, Лена, а до аварии неприятности у мужа были? Нет! Ну, так, как во всяком бизнесе! Мелкие! Но вообще у них с Жорой все хорошо шло! Они компаньоны? Да! А почему вы спрашиваете? Ну, это может быть связано! Вы что, считаете, что малыша могли похитить? Послушайте, Лена, я ничего не исключаю! Работа такая! Если это похищение, то, думаю, на третий день появится! Ой, Господи, Боже мой! Так, ну-ка, ну-ка, ну-ка! Что? Так! Что такое? Сейчас, секундочку! Отпусти меня! Мама! Мама! Я сейчас полицию вызову! Напугали мне тут ребенка! Что вам надо? Вы думали просто... Чем вы думали, когда чешу его ребенка схватили? Так, слушайте, прекращаем кричать! Вот мое удостоверение, я из полиции! Пропал ребенок, мы его ищем! А-а-а! Так за детьми-то надо следить! Вы больше своего умыли! Что стоишь, Ирак? Что мне нервы все вытрепло? Сказала же, стой, тут никуда не уходи! Пошли, давай! Что же делать, а? Что делать, а? Нужно немного отдохнуть, поспать. И завтра с новыми силами. Я даже не представляю, где его искать еще. Мы весь город объездили. Господи, ну, может, на чердаке каком-то заснул? На чердаке? О, Боже! Идите немного поспите. Как вы себе представляете? Как я усну? Ночь на дворе, я не знаю, где ребенок. О, Боже! Боже мой, Боже мой! Лена! Лена, я, как узнала, сразу приехала. Его нигде нет. Мы весь день по городу кружим. Уже ночью я не представляю, где он может быть. Лена! Прости ты меня, виновата я. Не уследила. Все, тихо, 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 тихо. Мама говорит, господи, ой, не мой папа. Что-то, 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 господи. Ну, успокойся. Уже вторые сутки, Галь, ты понимаешь? И позже находили, ничего страшного. А где он может быть? Галь, его убили. Ты можешь быть, они его убили. Лена, прекрати истерику, прекрати истерику, детей пугаешь. Я погубила ребенка. Я погубила ребенка. Послушай меня внимательно. Ты слышишь меня? В больницах его нет. Значит, и все будет хорошо. Давай тебе укол. Нет, нет, не надо никаких уколов, Галь, не надо никаких уколов. Сейчас. Господи, это же какой-то кошмар. Все, успокойся. Здравствуйте, мы волонтеры поиска пропавших детей. Здравствуйте. Нам нужны фотографии ребенка, чтобы распечатать на листовке. Ну и план поиска. Та же, принесите фотографии. Сейчас принесу. Кто больница обзванивал? Я с сестрой. Давайте уточним список. Ага. Все будет хорошо, все. Товарищ потолковник. Ну что ты меня пытаешь? Нет у меня людей. У вас ребенок на районе пропал. Ну где я тебя их возьму? Там же он нарожаю. Давно пропал. Да уже вторые сутки пошли. Ух ты, господи, грехи наши тяжкие. Спаси и сохрани. Ага. Ага. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОНА АЛОМ? Нет, это Галя. Да, Максим. Что? Что? Что, Галя, что? Что? Лена. Господи, Лена. Ой, вы все приехали. Ладно, вообще-то для опознания только один нужен. Значит так, соберитесь. Я уже говорил, вероятность, что это он небольшая, но она есть. Мы должны исключить. Кто пойдет? Я. Я пойду. Нет, Паш, лучше, если пойду я. Ну, хорошо. Нет, не он. Парень, тихо, Лена. Этого ребенка уже никто не дождется. Да, Света. Что такое? Георгий Александрович, я пришла спросить. Ну? Что происходит? Ты о чем? А, о непростой политической обстановке в мире. Нет, я о Сергея Сергеевича и Лене Романовне. Я. Мы хотим знать, что происходит. Мы это кто? Мы это коллектив. Как вы знаете, Сергей Сергеевич и Лена Романовна, нам люди не чужие. Мы здесь вместе работаем с самого начала. И я тут уже такого наслушалась. Я хочу знать, что происходит. Правда, значит. Что ж. Сергей Сергеевич находится в тюремной больнице. Откровенно говоря, очень плохо. Михаил сбежал или убит. Младший ребенок Сергея Сергеевича пропал. Есть еще вопросы? Да. Да. Просто черт знает что. Ну ведь так нельзя. Да это беспредел. Ну не бывает так. А ребенок? Ребенок здесь при чем? Вот поубивай друг друга. Будете потом разбираться. Разберемся. Так ведь каждую ночь. Каждую ночь скандалы. Вы пишите заявление. Три штуки уже написал. И что? Как орали, так и орут. То ли режут друг друга, то ли что. Макс, запрягай коней. Твоего пацана видели в Молчановке. Паша, а Молчановка это где? Кладбище. Там где мама. Все, бегу, бегу, бегу. Внимание всем! Вот смотрите, наш участок. Значит, далеко друг от друга не уходим. Обращаем внимание на трава примята, веточка одобрена. И звать нужно, но не все время. Понятно. Тут уже почти полгорода. Все все поняли? Начинаем поиски. Вот такие. Группа Воробьёва, у нас ничего. Серёжа! Ау! Серёжа! Серёжа! Эй, Серёж! Ау! Серёжа! Ау! Серёжа! Ау! Ау, малыш! Эй, Серёженька! Ты где? Серёжа! Эй, Серёжа! Ау! Ау! Серёжа! 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 Ребёнок Найдин! Возвращаемся на базу! Господи! Господи! Извините! Ой! Малыш! Малыш, ты как? Ты как? Посмотри на меня! Посмотри на меня! Господи! Я выглудился! Малыш, ну, холодно! И кушать точно не хочет! И кушать? Слушай, у нас только вода! Что я буду? Сейчас, маленький, сейчас, сейчас! Подожди! Только водичку нам попей, только аккуратно холодную! Давай, 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 давай! Давайте лучше ко мне в машину, чтоб доктору не мешать! Да, сейчас! Хорошо! Ты знала, что мама умерла? Да, малыш, знала! Прости нас! Прости, братик! А папа тоже умер! Нет-нет-нет, что ты! Папа жив, жив! Ну, папу, беди, но мы обязательно его спасём! Слышишь? Обязательно! Всем привет! Здравствуйте! 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 Машину здесь решили оставить? Да, потом заберём! Всё-таки, понимаете, малышу тяжеловато так далеко на машине! Как он вообще? Ну, физически хорошо, но вот психически… Плохо? Ну, почти не говорит! Молчит, слушает внимательно, а сам молчит! Конечно, что-то отвечает, если спрашиваешь, но так в основном вот с бабаней! Понятно! А муж? Муж всё ещё в тюремной больнице! Новый адвокат пытается добиться освобождения под залог! А этот, ну, местный, который из комбината был! А, Михаил Верёвкин? Он объявлен в розыск! Это я знаю! А доказательства хоть какие-то нашли, что он причастен? Ну, честно говоря, я не знаю! Вот и поезд ваш! А-а-а! Что такое, Ваня? Это он, это он! А, да, дядя Максим, это тот мужик, который на дядю Серёжу написал! Тихо! Ты чего? Полиция! Я ж объясниться! Поезд Павлоград-Москва отправляется с первого пути! Вы извините, мы ж не знали! Не переживайте, всё нормально, всё хорошо! Дружище, ты в машинку обязательно играй, она очень хорошая, дорогая! Только я батарейки забыл купить, потом обязательно купите! Ладно сами? Да! Ну всё, будь здоров! И больше не теряйся! До свидания! Счастливо! До свидания! Ну всё, мужики, пошла я! Давайте подвезут! Не надо, сама доберусь! Ну ладно, всего хорошего! Пошла я, пошла! Слушай, я здесь уже неделю, весь город гудит, что пацан пропал! А я вообще ни сном, ни духом, что это именно тот самый! Напугал ты его тогда? Да! Да, было дело! Ну ты тоже меня пойми, понимаешь, я всё туда бухал! Ну всё! Без штанов остался! Хотя я его тогда и не видел в Москве! Так у материи под юбкой болтался! Ну в том-то и дело, что она не мать, знаешь? Знаю! Рассказали! Ну тогда ты вообще ничего не знал! Не знал ни про аварию, не знал, ни про коматоз! Кстати, он здесь разбился? Да, в ревьях! Лобовой? Нет, пошёл на обгон, а машина перед ним налево, ну и… А тот там у чего? Ничего? Да что, ему подставил мужика, ещё права качает! Да! Местный? Да, на автобазе работает! Погоди! А это… в случае мне Колтышев ли, Иван Игнатьевич? Да! Что, знаешь такого? Слушай, в натуре знаю! Ты чего? Ну, это чтоб ты знал! Колтышев этот и… этот гнида Верёвкин, который сбежал с моим баблом! В общем, родственники они! Погоди, это ты про менеджера из Дымового? Да, про него, про гниду! Я их как облупленный! Понимаешь, они с одной деревни мы! А он, старшая дочь Колтышева, она выскочила за этого Верёвкина, а Мишка этот, в общем, беглый! Он… племянниками! Так он может там скрываться! Надо поехать проверить Колтышева! Папа не говорила, что мама меня видит! А она видит? Да, конечно! И Пашу с Пашей? И Ташу с Пашей! Вы же все её детишки! А она всегда у нас будет уйти? Да! И тебя с мамой? Не знаю, малыш! Возможно, будет, мы же все вместе! А я её увижу только, когда умру! Малыш! Твоя мама больше всего на свете хотела бы, чтобы ты жил долго-долго! Это я точно знаю! Она тебя очень сильно любит! И Пашу, и Ташу! Я её очень люблю! Ну, конечно! Она же твоя мама! А ты не умрёшь? Умру! Когда-нибудь! Когда буду очень старенькой! И папа? И папа! Когда будет очень-очень-очень стареньким! Умур в тюрьме плохо! Да, очень! Ты его спасёшь? Мы все его спасём! Нам помогает очень много людей! А когда меня искали? Угу! Иди ко мне! Иди скорей! Оп! Давай-давай-давай! Под одеялко! Собирайся! Давай подожди подушечку! Ложись! Мы... Мы спасём папу! Обязательно! Слышишь? ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Ну, вот и дома. Папа! Эй, малыш! Как же ты нас всех напугала? Ташка, Пашка, бандиты! Идите сюда. Идите сюда. Валерий Алексеевич, ну вы проходите. Нет, только не сегодня. Ну, пожалуйста. На сегодня позвольте откладиться. Дела? Дела? Спасибо. Ну, благодарите еще рано, рано. Впереди еще судебное разбирательство. Дело не закрыто. Так что расслабляться пока еще никому не надо. Понял, малыш? До свидания. До свидания. Спасибо, Папа. До свидания. До свидания. До свидания. У меня все давно уже готово мыть руки за стол. Пойдемте. Ура! Ура! Видал какая дорога? Ты бы на своей служебной уже через километр бы завяз. Да вижу. А кун твой с этой деревней? Нет, он ребят с того берега поспрашивал. Вот. Точно говорят, что у Колтышева уже месяц в доме. Тот живет. Ну, там свет видали и вообще. Ну, а сам хозяин три дня как приехал. Вам надо идти работать к нам в полицию. Вместе с жипом. Ну, если деньги за лес не удастся вернуть, наверное, придется. Вот и приехали. Вот и вы дома. Здравствуйте, Иван Играч. Ну, здравствуй, здравствуй, Коль не шутишь. Ну, что опять? Дело закрыто. Ну, сколько можно мучить невиновного человека? Да вы не волнуйтесь, Иван Играч. Заехал только уточнить пару вопросов и все. Какую даль? Ха! Пару вопросов. Ну-ну. Ну, так работа у нас такая. Ну, что ж. Пойдем в дом. А, это, а что ж, ребята-то? Да мы здесь подождем. Ну, слушаю вас. Что за вопрос-то? Иван Играч, а зачем же вы дачку искали при таких-то хоромах, а? Да какие хоромы? А что вы говорите? Тем более, дачу эту я сеструхе оставить хотел. Сеструхе. Какой? Веревкиной? А, нет, двоюродной сеструхе. Иван Играч, а может, чайком угостите? А то действительно, путь не близкий. А, ну, можно и чаю. Э-э! А что это люди ваши у меня подвор ушастают? А? Вы не обращайте внимания, может, в туалет зашли. Иван Играч, скажите, а вы вообще как с родней? Ладите? Да какая у меня родня, все родни, полторы калеки. Ну, вы хотя бы в курсе, что племянник ваш пропал? А, слышал. Из-за него, что ли, приехали? Думаете, я его здесь под кроватью прячу? Ну, зачем под кроватью? Он ведь на комбинате работал? Вроде да. Я его столько лет уж не видел. Тут кроме комбината для молодого парня, какая еще работа-то? Ну, да. Вот нашел на свою голову, а теперь, говорят, убили его. И смотрите, Иван Играч, авария-то случилась не с кем-нибудь, а с владельцем комбината. Да авария – это случай. Ну, да, конечно. Да что там происходит-то, а? Подожди, сейчас разберемся. Спокойно, спокойно. Спокойно. Стоять! Ну, надо же! Смотрите, это часом не вашего племянника ведут, а? Только без глупости. Садись, Иван Игнатьевич. Давайте его сюда. Да больно! Больно! Так, сажайте. Вот оно, голубчик. В сарае сидел. Ой, Иван Игнатьевич, это же племянник ваш, Михаил Веревкин, которого вы столько лет не видели. Это не я, я все расскажу. Так, мы слушаем. Все они. Кто они? Да замолчи ты, идиот. Вот он и Багор все это затеяли. Ну, придурок. Помолчите, Иван Игнатьевич. Что все? Я все-то хотел денег немного. Думал, что он умер, а он выжил. Кто же знал-то? Он это Васильев? А вы, значит, ждали, что он умрет? Да нет, я к этой аварии вообще никакого отношения не имею. А кто имеет? Да говорю же, вот он с Багром все это затеяли. Они эту подставу с аварией придумали. Багор сказал мне, типа, достанется фирма. В долю возьмем. Ха, конечно, взял, да. Начальник, мне не нужны эти проблемы. Мне не нужна уголовка. А в бегать что подался? Так Багор сказал, раз ты в карман ко мне залез, значит, должен отрабатывать. Заплатил денег, чтобы я скрылся. И пообещал еще потом, когда по-настоящему этот Васильев помрет. Это с чего это он должен опять помирить? Ну как же, он в тюрьме. Больной он весь срок не потянет. Начальник, я все расскажу, как есть. Ты мне только явку, только с повинной сделай. Я все подпишу. Мне не нужна уголовка, понимаешь? Козлина. Так ты тут так и собирался? В сарае жить? Нет. Багор сказал мне. Потом по-другому паспорту. За границу. Я не виноват, я... Ладно, успокаиваемся, отвечаем на вопросы. Багор это кто? Ребята, давайте, давайте. Серега, твои законные пять капель. И еще раз за тебя. А я тут уже по каплям на целую меню журку насобирал. Нет, Жур, давай все-таки вот за тебя. Вот такого друга и компаньона еще нужно поискать. Ребята, да мы нашли друг друга. Выпьем. Давай. За Георгия Александровича Багрова. За тебя же. Друга и компаньона. Ну, спасибо. Скажи мне, а что там с Светой? Света в офисе что? Чебучила. Света? Разнесла весь офис в щепки. Да ты что, Светка? Я говорю. Принтер, как есть. Хрясь, опал. Я кричит протестую. Верните все, как было. А если честно, ребята, конечно, весь офис переживал. Все. Особенно Миша Веревкин. Не сыпь ты соль. Как мы могли ошибиться в этом человеке? Как? ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Алло? Да. А, собственно... Нет. Хорошо. Минуточку. Кто? Да там, вне заправляющей компании. Я сейчас... Надо быть еще по капельке. Здравствуйте, Елена Лановна. Здравствуйте. А что вы здесь делаете? Сережа ведь... Да, вы не волнуйтесь, я по другому вопросу. А, скажите, Багров Георгий Александрович сейчас у вас? Жора? Да, они с Сережей в гостиной. А что случилось? Да все в порядке. А дети дома? Нет, гуляют. Быстро. А что происходит? Ладно, все хорошо. Для вас и вашего мужа теперь все хорошо. Подождите меня в машине. Вот так-то, Сергей Сергеевич Елена Романовна. Вы уверены, у вас есть доказательства? У нас есть показания двух человек, в том числе того, кто устроил вашу аварию. Устроил? Да. А заказчиком был ваш гость, Георгий Александрович Багров. Авария, Жора, что за бред? Что-то я не должен рассказывать. Наши коллеги в Павлограде нашли вашего менеджера Веревкина. Он дал исчерпывающие показания по поводу хищения денег и по поводу покушения на вас. В обоих случаях организатор Багров. Ну, Жора, сегодня не может быть. Может. Может, Елена Романовна. Именно так и бывает. Ну что ж, Сергей Сергеевич. Зланы, меня не держите. И в следующий раз выбирайте компаньоны. Повнимательнее. И что? Что делать? Жить дальше. Дети возвращаются. Жить дальше. Дети возвращаются. Ну что, ребят, мы ведь на море собирались. Но сначала Таша напишет тестовую работу. Да напишу, напишу. А можно я тоже напишу? Субтитры подогнал «Симон»? 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...